Параметры республиканского бюджета на 2016 год должны измениться в сторону увеличения. Такое решение принял кабинет министров в Чувашии на очередном заседании. Какие статьи усилят, за счет чего удалось пополнить казно, узнали мои коллеги. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, главная задача сохранение устойчивости бюджета. Большую роль играет эффективное сотрудничество с центром и привлечение дополнительных средств из федерального бюджета. По состоянию на сегодняшний день наша республика привлекла дополнительно 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Общая сумма безвозмездных средств из федерального бюджета составила почти 16 миллиардов рублей. Точнее, если сказать, это 15 миллиардов 998 миллионов рублей. Могу сказать смело, это наша серьезная победа, потому что вы знаете, что в целом на 10% уменьшены федеральные инвестиции по всем направлениям, по всем главным распределительным федеральных средствам. Что касается второго в этом году, уточнение бюджета, за счет всех источников доходная часть увеличивается на 4 с лишним миллиарда рублей. Следом за ней вырастут и расходы. Из них на развитие реального сектора экономики 1 миллиард 956 миллионов рублей, это 47% если общего объема расходов бюджета взять. Из них на сельское хозяйство будет направлено 78 миллионов рублей, на дорожную деятельность 1,2 миллиарда рублей, малые бизнесы 268 миллионов, жилищное хозяйство 245 миллионов, коммунальное хозяйство 148. Также предусматриваете дополнительные ресурсы Чуваши Автотрансу в сумме 25 миллионов рублей, и всего по данному предприятию расходы составят 105 миллионов 137% к уровню прошлого года. Увеличиваются и инвестиционные расходы, они составят 5,7 миллиарда рублей, это 12 с лишним процентов к уровню прошлого года. На рассмотрение правительства представили государственный доклад о состоянии здоровья населения Чуваши. Напомним, он принимается ежегодно и служит основой для определения приоритетов в системе здравоохранения. Госдоклад состоит из восьми разделов, которые включают анализ основных демографических показателей Чувашской республики, основные показатели заболеваемости населения, здоровье женщин и детей, ресурсное кадровое обеспечение отрасли здравоохранения и другие. На сегодняшний день увеличение средней продолжительности жизни – это главный приоритет в республике. За прошлый год существенно увеличилась ожидаемая продолжительность жизни на 0,73 года. На сегодняшний день в республике проживает 93 гражданина, которые отметили уже вековой юбилей. Главным итогом минувшего года стало сохранение демографического прироста населения республики, который регистрируется уже четвертый год подряд. Смертность населения снизилась в абсолютном выражении на 293 человека. И по этому показателю мы находимся в первой тройке среди Приволжского федерального округа. Кроме того, приоритетными направлениями деятельности здравоохранения Чуваши в 2016 году определены совершенствование первичной медико-санитарной помощи, обеспечение лекарственной доступности и укрепление кадрового потенциала отрасли. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика.